Я нахожусь на территории ОВД Донского района города Москвы, меня не запускают внутрь здания, мне не объясняют причину моего незаконного удержания в микроавтобусе на территории ОВД. Задержанием это назвать нельзя, потому что нет ни протокола задержания, ни протокола доставления, ни одной бумаги мне не показали, мне не представились, не назвали причину конкретную, почему меня задерживают. Вот задержали меня в 10 часов утра, вот сейчас уже почти час, то есть фактически через 10 минут по закону я должна быть отпущена, потому что мне нельзя удерживать более 3 часов, так как у меня есть малолетний ребенок до 14 лет, соответственно, таких людей нельзя удерживать по административному правонарушению более 3 часов. Ну, то есть не представились, не спросили, кто это, то есть очевидным образом они знали это. В 10 часов утра останавливают машину, просто на проезжей части такси, в который я ехал около метро «Автозаводская», заставляют меня выйти из этой машины, сажают, собственно, микроавтобус, несколько сотрудников, и вторая спецполка, и люди в штатском, вот там до сих пор сидит, и, собственно, привозят на территорию ОВД, где держат, то есть ничего не объясняя, не представляясь, просто фактически это можно назвать похищением. Других слов у меня нету, потому что нельзя человека сажать в микроавтобус, увозить и не давать ни одну бумагу на основании, чего он вообще задержан или доставлен. Сотрудники должны оформлять, конечно, протокол доставления, а потом уже протокол задержания оформляется. Ни одной бумаги до сих пор не показано. Меня даже сотрудники полиции, вот сотрудники второго спецполка, водили в туалет. Да, то есть женщина вот рядом со мной сидящая заходила ко мне в уборную и снимала этот процесс на видеокамеру. Ну вот у меня, извините, как цензурных слов для описания ситуации нет. Я думаю, что специально, конечно, хотят каким-то образом подгадить, лишний раз каким-то образом не дать, не знаю, нормально просто существовать, потому что меня боятся, боятся, что я, потому что я говорю правду, потому что я считаю, что Навальный должен быть на свободе, жив и здоров, и не боюсь об этом говорить, не боюсь бороться за права и Навального, и за собственные права, и за права россиян. Вот поэтому это со мной делают. У меня, да, то есть фактически меня задержали за помысл выйти на митинг, вот за мысли о митинге меня задержали и держат в ОВД. Ну, очередной бренд от нашей власти. Что могу сказать? Ну, вы можете сами посмотреть мои социальные сети и понять. Ну, вот, но опять же, то есть, да, то есть за много-много часов до акции, там раньше я, мне задерживали на акции протеста, а сейчас за много-много часов, только за мысли об акции протесте, меня задержали. Но опять же, они не называют причины держания, да, то есть они не говорят, какое конкретное правонарушение я могла совершить. Я считаю, что, конечно, я не совершаю никаких, я считаю, что у людей есть право на мирный, безоружный протест, на право подоставленной конституции Российской Федерации. И я считаю, что, конечно, через меня пытаются напугать каким-то образом наших, наверное, сторонников, но я думаю, что люди продолжат отстаивать свои права и требуют свободного по закону, опять же, через вот уже пять минут я должна отсюда встать и уйти. Я фактически сейчас, меня не имеют права задерживать, потому что там, да, я по бумагам, я не задержана. Поэтому сейчас я свободный человек. Но вот меня свободного человека даже в уборную одну не мог отпустить. Я уже не говорю о том, чтобы выйти с этой территории ОВД. То есть меня насильно удерживают и говорят, что мы будем применять к вам физическую силу, все что. Самое главное, это, конечно, требует свободного потому что то, что сейчас с ним происходит, это полнейшее беззаконие на глазах всего мира буквально. Человека пытают, человеку не дают медицинскую конфессионную помощь. И нет ни одного закона основания, почему Навальным отказывает от медицинской помощи. Нет ни одной причины. То есть, собственно, они поэтому и не говорят от причины. То есть они просто ничего не говорят, игнорируют, Песков говорит, что это не вопрос Кремля, все не отвечают. Ну вот никто ни за что почему в нашей стране не отвечает. Ну какая-то паника власти. Вот, ну очевидно, да, нам все расскажут, что Кремлю нет никакого дела до фонда борьбы с коррупцией. Кремлю вообще все равно. А кто это? Это вообще какой-то блогер. А это какой-то берлинский пациент. А потом вот мы видим, какая паническая реакция на действия, на любые наши законные действия со стороны властей. Ну просто панические какие-то атаки у Кремля каждый день случаются. То есть, ну что, мне кажется, все очевидно. Слушайте, я не буду делать никаких прогнозов, я понятия не имею, что будет, потому что, опять же, я там по опыту всех прошедших там предыдущих, да, акций протеста, мы видим, что демонстранты всегда ведут себя достаточно мирно и там отстаивают свое право на мирный протест и выходят на улицу, собственно, от отчаяния от безосходности, а не потому, что уходишься просто на улицу там погулять, да, под дубинками ОМОНа. Нет, они выходят туда, потому что больше нет сил терпеть. Поэтому они идут на улицу. Что делают власти? Они устраивают провокацию. То есть, в различных формах, то есть, вот начиная с 2012 года, они как начали применять какие-то отдельные провокации, так и сейчас продолжают это делать. Я считаю, что у людей есть право на мирный безоруженный протест, это право на протестанной конституции, и я, конечно, бы хотела, чтобы власти не препятствовали осуществлению этого права. Если властям не нравятся митинги, ну, так не надо нарушать права. Никто на митинги не пойдет. Соблюдайте права людей, которые им предоставлены нашими законами. И никто не пойдет на митинг. Зачем люди пойдут? Будут заниматься своими домашними делами. Поэтому все очень просто. Не хотите митингов? Не надо устраивать беззаконие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok